всем привет друзья ну что наступил сезон заготовок на зиму у меня это сегодня черешня черешня собранная только что с дерева но смотрите если у вас вы заметили черешни вы раскрываете проверяете если есть червячки способ их избавиться заливаете водой добавляете на мисочку я столовую ложку соли добавляю и стоит минут 20 все червячки у нас выскакивают вылазят из ягодок мы еще раз про мы промываем и все вот вот такие ягодки нужно все убрать где видите подгнившая там еще что-то но я вроде все перебрала может где-то встречается ничего страшного не будет так банки банки у меня уже стерилизованы я стерилизую просто в кастрюльке кипит вода баночку верном переворачиваю она кипит на минут 10-15 все она простерилизована и также у меня здесь уже закипели крышки крышечки что мы дальше делать смотрите есть конечно два способа есть что можно на свой страх и риск с первой заливкой добавить сахар закрыть уже законсервировать компот но я так не делаю все-таки червячок где-то еще что-то закрываю на улице мало ли что-то вдруг упадет ну я так не делаю стерилизовую банку стерилизованную баночку я засыпаю свою черешню вот сколько с насыпать черешки уже смотрите сами я делаю так знаете прям вот делаем мы для себя чтобы было вкусненько до ароматно поэтому я наполняю сейчас покажу как аккуратно аккуратно чтобы у меня уже две мимо улетела по моему так еще можно хотя я сейчас распределю у меня смотрите 5 банок я сейчас по ним распределю чтобы у меня они все были использованы и мы разделим и посмотрим поскольку у меня получится я иногда вообще по полбанки добавляю ну я если не хватит до полбанки не охота идти с дерева еще рвать поэтому уже как будет так рассыпаю всю черешню по баночкам так все вот такая вот наполняемость у меня получилось теперь заливаю крутым кипятком аккуратно наполняю до самого верха вот так и накрываю стерилизованной крышкой и таким образом заполняю все баночки и оставляю на 10-15 минут так дальше после того как у нас прошло 10-15 минут мы крышечку снимаем назад в кастрюльку возвращаем и вот эту воду я просто-напросто сливаю в раковину так как банка не остыла мы это делаем полотенцем и выливаем водичку и теперь после всех этих процедур и манипуляции ребята уже можно добавлять в баночку сахар на 3 литра я добавляю неполный стакан так как это не вишня когда вишня могу полный добавить да она кислая а это все-таки черешня поэтому не полный стакан вот так вот и отправляем его в банку и уже сюда в баночку мы будем заливать снова второй раз крутой кипяток и уже закатывать закаточным ключ и теперь ребята мы заливаем банку кипящей водой аккуратно все горячее заливаем я заливаю до самых краешков вот так вот накрываем крышечка у нас стерилизованная накрываем и закатываем переворачиваем баночки вверх дно и потом я их укутаю обязательно на что-нибудь можно немножко баночку так по столу покатать перевернуть чтоб сахар у нас хорошо растворился вот и переворачиваем вверх тормашками и потом я укутываю во что-нибудь теплое до полного остывания таким образом закатываем все баночки все ребята баночки у меня закрыты я их поставила на летней кухне на теплую куртку сейчас я вот так вот все это укрою и возьму еще какую-нибудь старинную старенькую курточку или шубу какую-то не знаю что нибудь теплое и еще укрой сверху и таким образом они у меня будут стоять до полного остывания завтра естественно компот приобретет красивый цвет розовый да у нас черешня сочная сладкая вкусная вот сейчас он выглядит беловатым том что только залиты завтра он станет красненьким и красивым такая консервация стоит запросто не только в погребе но и в квартире при комнатной температуре вот такая заготовка на зиму зимой будем пить вкусные ароматные компоты с запахом лета